Друзья, отвечаю на вопрос, как сделать грамотный выбор конкретно препарата с лакта и бифидобактериями. Ведь знаю, что многие из вас просто обычные простые потребители и часто покупают либо по совету фармацевта дайте мне какой-нибудь препарат в аптеке, на который может быть скидка есть, либо по рекламе увидели по телевизору и купили. Ну, это понятно, если ты не разбираешься, не знаешь, как тебе еще сделать выбор. Однако, есть всего три основные вещи, на которые нужно обращать внимание. Вы будете это знать, и, в принципе, вам будет легко действительно сделать свой выбор. Смотрите, первое, на что мы обращаем внимание, это какое содержание лакта и бифидобактерии содержится в одной капсуле. Если это значение будет меньше, чем 1 умножить на 10 в девятой степени КОЕ. КОЕ – это колония, образующая единицы. Тогда препарат будет неэффективен, либо его эффективность будет очень мала. Также мы смотрим, сколько видов таких бактерий содержится в препарате. Если не указано, сколько конкретно видов таких бактерий, ну, то есть, это не очень хороший препарат, тоже не стоит его брать. Давайте посмотрим на другой. Второе. Мы смотрим, из чего сделана сама капсула. Важно, чтобы она не растворялась у нас в желудке, чтобы она приходила напрямую в кишечник. Например, может быть указано DR-CAPS-TM сверху. Это целлюлозная капсула, то есть, если бактерии помещены вот именно в такие капсулы, то они дойдут по месту назначения кишечник, где они должны работать. И третий факт. Это бактерии должны быть обязательно живые. Нет смысла нам какие-то мертвые бактерии кушать. В этом вообще смысла никакого нет. Это легко проверить. Достаточно приготовить из этого препарата, например, капсулу или пакетик, настоящий домашний йогурт. Берем молоко цельное, вот, например, рецепт йогурта. Берем цельное молоко, можно купить для этого в магазине, например, с надписью «Отборное», чаще именно оно цельное бывает. Наливаем в стакан 200 мл и бросаем либо капсулу, либо вот этот вот пакетик высыпаем в этот стакан. Оставляем на ночь в теплом месте. И если утром у вас будет йогурт, то тогда бактерии в этом препарате точно живые. А если йогурта не получится, значит, ну, бактерии, они просто в этом препарате работать не будут. То есть, в принципе, легко. Три факта. Я еще напишу в описании, что мы проверяем. И пользуйтесь этим таким легким гайдом. И, знаете, хочу добавить, что как раз препарат Эльбифит от компании Siberian Wellness полностью соответствует всем этим трем фактам, которые я описала в этом видео. Если говорить по содержанию лактобифидобактерий, то там получается 7 видов лакто- и бифидобактерий. Например, бифидобактерий 4 вида. Количество 5,05 умножить на 10 в 9. Лактобактерий 3 вида. 3,2 умножить на 10 в 9. Также капсулы DR-капс целлюлозный. И я проверяла точно йогурт из этого препарата. Получается вот такие 15 штучек. Недавно совсем купила. И запомните, этот препарат стоит хранить в холодильнике в дверце. Потому что бактерии живут при определенной температуре. Если мы забудем в машине, например, когда с магазина приедем, они у нас нагреются до 40 градусов или 60 сейчас летом, то, конечно же, бактерии эти не выживут. В магазинах Siberian Wellness, кстати, есть специальные холодильники, где вот такие бактерии и хранятся. Всем пока!